Дорогие товарищи, поздравляю всех с началом занятий в Красном университете Фонда Рабочей Академии, который существует уже третий год. Прежде всего, я хочу сказать, что это явление, так сказать, неординарное, особое. Это явление связано вовсе не с тем, что кто-то решил, что давайте мы будем преподавать, давайте будем предлагать изучать марксизм. Это явление связано с определенной ориентацией общественного мнения и настроения вообще в России. В России за 20 с лишним лет, мы будем считать за 24 года, а если дальше копнуть, если даже взять то время, когда считалось оно советским, тогда уже был разгул ревизионизма, было искажение вообще марксизма-ленинизма. Если вы возьмете 1956 год, доклад Крущева о преодолении последствий культа личности, и там уже были положения, которые в неопределенной форме предполагали отказ от того, что было коренным, важным, существенным в теории и практике социалистического развития. А вот на 22-м съезде в 1961 году была принята программа и был доклад по программе, который сделал первый секретарь Никита Крущев, который выкинул из марксизма самое главное, что в нем было учение о диктатуре пролетариата. Поэтому, строго говоря, можно сказать, что с этого времени начался переходный период от социализма к капитализму. И этот переходный период успешно завершился для наших противников, для наших классовых врагов, успешно завершился в 1991 году, и с этого времени мы находимся в капиталистической, общественной, экономической формации. Что стало происходить в общественном мнении, в общественной жизни, в идеологии? Вот сфера идеологии, поскольку мы говорим об учении, нас сейчас интересует в первую очередь. В сфере идеологии господствовала и начала безраздельно господствовать буржуазное мировоззрение, буржуазная идеология в соответствии с тем, что, собственно говоря, и говорит марксизм. Он говорит, что экономика имеет решающее значение, и идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Но дело в том, что наша капиталистическая действительность является не первым порождением капитализма и феодализма, а является результатом уничтожения социализма. И поскольку она является результатом уничтожения социализма, то как вот при социализме были отпечатки капитализма, так вот при капитализме у нас оказались отпечатки социализма. В частности, у нас оказалось очень много людей, которые прошли большую партийную, хозяйственную школу. Эти люди, в том числе, составляют костяк и до сих пор составляют костяк наших государственных органов. И попытки сделать иллюстрацию сразу натолкнулись на то, что, например, президент Ельцин, а иллюстрация это запрещение занимать государственные должности тем, кто раньше в предыдущей власти их занимал. Но президент Ельцин, ведь у нас был первый секретарь Свердловского обкома партии, потом он был первым секретарем Московского горкома партии, и он пытался пробиться в политбюро, помешал ему в этом Горбачев. Так что он по всем, так сказать, критериям подпадал бы под иллюстрацию. Или, скажем, Черномырдин, он был заведующим отделом ЦК КПСС. И если там вот мы копнем одного, другого, третьего, то мы выясним, что они так или иначе служили тому государству, которое было советским, социалистическим. Поэтому эти идеи о иллюстрации, они не прошли. Это точно так же, как мы можем сейчас вот рассматривать то, что происходит на Украине, дескать, вот, ура, иллюстрация, все кричат иллюстрация, а в итоге, так сказать, они наиболее подготовленных людей, квалифицированных, они выбросят, а люди, которые, как говорится, являются просто националистами и полубандитами, придут во власть и начнут усиливать коррупцию, разграблять то, что там есть. И поэтому ничего хорошего от этого там не получится, потому что так не бывает. Даже, скажем, если мы возьмем большевиков, уж на что они были революционеры, на что уж они были резкие, но они сразу поняли, что надо постараться взять в Красную Армию самых лучших военных. Не так они поступали, что мы не возьмем в Красную Армию военных, они служили в царской армии, они присягали царю и так далее. Нет. Более того, Ленин говорил, что надо отступить от принципов Парижской коммуны и взять в Красную Армию специалистов, и не только в Красную Армию, на все, так сказать, наши хозяйственные посты, и в другие места, где требуется знание. А знание у кого было? Ну, понятно, у буржуазных интеллигентов. Давайте отступим от принципов Парижской коммуны, который означает, что вот парт максимум, что человек, член партии, не должен получать больше, чем средний рабочий. А давайте вот члены партии будут получать не более 500 рублей, а вот что касается буржуазных специалистов, которых мы берем на советскую работу, они будут получать значительную, так сказать, сумму, такую, которая позволит их удержать на этой работе. Потому что без специалистов, без знаний, без квалифицированных работников, без квалифицированных кадров вообще невозможно справиться с государственным управлением. Поэтому, скажем, те люди, которые сейчас вот кричат на Украине иллюстрации, это просто темные люди, которые не понимают, что такое вообще государственное управление, и что такое управление крупной страной. Так вот, надо сказать, что происходит у нас в нашем общественном мнении. Постепенно появились люди. Вот я бы, например, выделил Яковлеву Владимира, который у нас был губернатором Санкт-Петербурга, который уже совсем по-другому ставил вопрос, чем Собчак. Собчак был ярый антикоммунист, он нападал на армию, он нападал на все, что было при Советском Союзе, а Яковлев пел «Город над Вольной Невой» и называл Санкт-Петербург Ленинградом. И когда ему на каких-нибудь собраниях или сборищах при выборах или назначениях говорили, так этот человек же он работал там-то в партийных органах или там в государственных органах при социализме, он говорит, дама. Но мы же сейчас говорим не об этом, мы сейчас говорим о том, что надо вот решить такие хозяйственные проблемы. Мы сейчас выбираем, кто может, кто лучше, кто хуже. Никакие у него там были взгляды, а как он, кто может вообще решить эту задачу. И надо сказать, что с приходом Яковлева в Санкт-Петербурге исчез антикоммунизм, как вот такое явление господствующее. На сегодняшний день мы можем констатировать, что в России, и это проверено социологическими исследованиями, это проверено, не просто проверено, а во многом даже, и на это повлияли события, связанные с пропагандой, которая вела суть времени, исторический процесс и так далее. На сегодняшний день в общественном мнении марксизм занимает, и ленинизм занимает, ну если не главное, то по крайней мере очень уважаемое место. Очень уважаемое. Из этого не следует, правда, что у нас много марксистов, много ленинцев, у нас много левых, или много людей, которые называют себя левыми. Но эти левые не знают азов, основ, или они базируются на всяких учебниках плохих, которых было очень много в советское время издано, не дошли до первоисточников, не дошли до действительно великих произведений, великих ученых. Или не понимают, что такая наука, как марксизм, она требует цельности, она требует изучения одновременно и диалектики, то есть философии, и требует обязательно изучения политэкономии, она требует изучения политической науки, научного социализма. И когда Ленин писал о марксизме, он говорил, что он, вот это учение, создан из одного куска стали, в нем нельзя ничего разъять, поэтому надо это все брать именно вместе, и это даже не части, это, так сказать, момента единого целого. К сожалению, в последние годы перед контроляционным переворотом, перед переходом к капитализму, преподавание полностью разделилось на отдельное преподавание политэкономии, отдельное преподавание философии, отдельное преподавание уже не научного социализма, а почему-то его назвали научным коммунизмом, хотя в коммунистическом манифесте говорится о научном социализме однозначно. Вот это явление, это то, с чем мы имеем сейчас дело, и поэтому настроение людей разобраться по-настоящему, разобраться в том, что произошло, и научиться на самом деле высокой общественной науке, оно связано теперь с тем, что надо вновь взяться за изучение марксизма, и более того, надо сформировать достаточно крупный и многочисленный корпус людей, которые владеют марксизмом, тем более, что никто это не мешает делать. Маркс везде признан, правда, скажем, один том капитала стоит полторы тысячи рублей в буквоеде, поэтому это дорогое удовольствие. Скажем, работы Энгельса издаются, я у себя в университетском магазине купил работу Энгельса, происхождение семьи и частной собственности государства, 100 рублей, с большим портретом Энгельса. Или есть маленькая брошюрка, очень хорошо изданная Ленина, Ленина национальной гордости великороссов, то есть наше издательство издают Маркса, Энгельса, Ленина, а картина по-прежнему остается той, которая была и 20 и больше лет назад, а именно изучают эти произведения мало и плохо. И поэтому у нас получается вот то, о чем говорил Ленин, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали и побольше читали, а у нас даже почитают сейчас, Маркса почитают, очень многие, и Ленина почитают, уважают, и Энгельса почитают, но насчет чтения та же самая картина, которую я наблюдал в свое время, когда проверял, как идет работа системы партийной учебы на Красном треугольнике. Вот товарищ 20 лет изучал теорию. Я спрашиваю, вы какую-нибудь работу Ленина прочитали за 20 лет? Никакой. Вот характеристика того, что было ранее. И это все продолжается до всего времени. Поэтому то, что делает Красный университет, это спасение нас от этого безобразия, от того, чтобы к научным вопросам относились не как к научным, а относились по-серьезному. Относились как к таким, который представляет собой, в общем-то, труд и непростой. И Марс говорил, что в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет добраться до ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Вот такие люди нашлись, они пошли в Красный университет, они уже получили дипломы в Красный университет. Это не означает, что они закончили изучение марксизма и ленинизма. Это означает, что они из первокурсников стали членами второго отделения. Во втором отделении они будут самостоятельно изучать полное собрание сочинений Ленина, полностью капитал Маркса Тритома. Они будут изучать науку логики Гегеля. И будут это делать, и мы получим ядро людей, о которых, можно сказать, что они представляют собой тот костяк, который должен быть сформирован для того, чтобы вопрос о социалистической революции стал реальным. Потому что мы знаем, что революционная ситуация может какой угодно быть острой. И верхи, они могут управлять по-старому, и низы не хотят жить по-старому, и ничего созидательного не будет, а будет бунт бессмысленный и беспощадный. Можно перестрелять друг друга, можно все разрушить, из этого не будет созидания. Если не создаются эти органы, на базе которых может быть создан социализм, не создаются советы, если позитивное начало не присутствует. Потому что революция — это не любой переворот. Эта революция — это переход к более высокой общественно-экономической формации, к более высокой организации общества. И он требует, чтобы это созидательное начало присутствовало сперва. А не так, что я скажу, давайте сейчас свалим эту власть, а потом разберемся. Если вы сейчас не разобрались, то когда вы будете сваливать власть, то мы снова увидим, что устремятся те, которые свалили к буфетам, к кабинетам, к креслам и так далее. Это каждый раз мы наблюдаем, и поэтому никаких сомнений нет, что те люди, которые не хотят заниматься, не хотят изучать марксизм, ленинизм, — это люди, которые никакими революционерами не являются. Мне приходилось уже выступать по вопросу о том, кто такие левые. Я бы сейчас расширил свое представление. Дело не в том, что те, кто не признают учения о диктатуре пролетариата, те, которые не признают теорию социалистической революции, связанную с созданием советов, они не могут считаться левыми. Но можно сейчас сказать и по-другому. Те, кто не изучает марксизм, ледянизм, как не могут считаться левыми? Вот те, кто изучает, могут не считаться левыми, потому что те, кто изучает, например, буржуазию, могут изучить капитал. Я думаю, что она и делает. Умные представители буржуазии изучают капитал и, соответственно, этим руководствуются, понимая свою роль в хозяйственных процессах, в эксплуатации трудящихся. Скажем, они при этом могут преуспевать. Это же могут делать и представители всякого рода правоохранительных структур, те, которые должны подавлять всякого рода революционные выступления или социалистические течения. Для этого они должны изучать марксизм, ледянизм. Я думаю, что эта работа ведется и будет вестись. Поэтому, когда издаются книги, они ведь издаются не только для левых, они издаются и для правых, они издаются и для государственных структур, чтобы люди знали, с каким явлением они имеют дело. Но представлять себе, что можно совершить в России социалистическую революцию, не имея грамотных марксистов, это просто кажется несерьезным. Это люди, которые собираются на тусовки, ходят с разными флагами или шарфами, таскают что-нибудь с красным светом. Даже Ельцин понял, что надо красный свет допустить. И вы видели уже при Ельцине, трамвайчики ходили с красными флажками. А боевые знамена снова стали не трехцветные, а красные, дескать. Ну, если вы торгуетесь, торгуйте под трехцветным российским знаменем. А если вы идете умирать, так умирайте под красным. Вам привычно умирать под красным, вот вам красный флаг. Красный флаг введен ведь Ельцином снова, так сказать, в обиход. Поэтому, кто думает, что красный флаг нас спасет, должен не забывать, что под красными флагами КПСС, Центральный комитет, сдал, так сказать, эту власть советскую и передал ее буржуазии. Из ЦК выходили люди, когда развивался красный флаг. Над Смольным развивался красный флаг. Над всеми райкомами и сполковами развивались красные флаги. Спасли они нас от перехода к буржуазии. Поэтому, когда люди думают, что если они носят красные флаги, таскают, то они левые, ну, это значит, что это говорит о их симпатии к социализму, о их симпатии к коммунизму, об их желании, так сказать, попасть каким-то необыкновенным, чудесным путем в то общество, которое называется социалистическим. А дорогу к этому обществу они не знают. И они ее не узнают, пока они не будут изучать теорию. Значит, поскольку я уже говорил, что это не такая простая задача, это сложная задача. Например, без диалектики вы не поймете марксизм. И Ленин прямо говорил, что тот, кто не понимает науки и логики, тот не может стать марксистом. Он буквально говорил, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно ее первой главы, не поняв и не простудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. И у нас огромное большинство людей, которые считают себя марксистами или их считают марксистами, они не изучают науку и логики, поэтому их тоже нельзя считать марксистами. То есть картина в этом смысле не сильно изменилась. Но в отличие от периода, скажем, 80-х, 70-х, 60-х годов, у нас появились люди, которые систематически изучают науку логики Гегеля. И они решают ту проблему, которую Ленин поставил перед всеми, и не решив которую, можно снова потерять тот социализм, который вдруг чудесным образом будет установлен. Поэтому я думаю, что вот куда они собираются, эти люди, где их найти? Они собираются в Красном университете Фонда Рабочей Академии. Поэтому надо понимать, что вот если некоторые люди ходят в храмы с уважением, то вот этот храм марксистской науки, он должен пользоваться у нас уважением. И те люди, которые занимаются в Красном университете, это выдающиеся люди, и это те люди, которые, развивая самих себя, они приближают лучшее будущее. Они становятся сначала в идее созидателями, потом и на практике созидателями. Они начинают строить по кирпичикам то, что нужно сделать, ту дорогу, которая приводит из капитализма в социализм. При этом я хочу сказать, что не надо думать, что изучение марксизма обязательно должно привести к тому, что человек станет революционером, большевиком, что он обязательно станет участвовать в каких-то общественных политических движениях. Просто всякий умный человек, грамотный человек должен изучать марксизм. Грамотный человек. Я должен вам, как человек, который работает в государственном большом университете, в Санкт-Петербургском государственном университете, сказать, что у нас люди, молодые люди, которые в начале 90-х годов бросились читать иностранные произведения по философии. Они, значит, углубились, они их повторяют, они их знают, они могут все пересказать, они потеряли, так сказать, способность самостоятельно мыслить. Казалось бы, ну, откатились мы от марксизма. Куда мы должны откатиться? К Гегелю. А к Гегелю они не откатились. Они просто взяли вот это довольно серое произведение, буржуазное их изучают, поэтому они не могут очень многие защитить докторских, не могут защитить кандидатских. То есть они оказались несостоятельны, как ученые. А я хочу сказать, а те, кто от марксизма не отказывались, моих коллег таких очень много, они завидуют кафедрами. И в Нижнем Новгороде, и в Москве, и в Ленинграде. И они выступают, и у них больше работ, чем у других. То есть если человек вообще хочет быть успешным в области общественных, гуманитарных наук, независимо от того, какое у него будет отношение к практической деятельности общественно-политической, я бы очень рекомендовал, как профессор, доктор философских наук, как профессор по кафедре экономики и права, и как профессор кафедры социальной философии и философии истории, института философии Санкт-Петербургского государственного университета, порекомендовал бы изучать марксизм так, как в свое время рекомендовал изучать математику Ломоносов. Он говорил, что математика тем хороша, и уже потому ее изучать надо, что на ум в порядок приводит. Если хотите, чтобы ваш ум был в порядке, то не читайте просто хорошие работы, читайте гениальные. Потому что гениальных работ много, вы за всю жизнь не прочитаете эти гениальные работы, а вы читаете просто хорошие. Это значит, что человек сам себя лишает развития. Потому что если вы общаетесь, ну хотя бы раз в неделю, с великими, то вы тоже начинаете развиваться. А если вы общаетесь с серыми людьми, ну вы же понимаете, что и сам человек становится серым. Люди хотят и откликаются на общественные явления, хотят в них разобраться. В них нельзя разобраться, если вы не основываетесь на самых передовых достижениях. Марксизм является собой самой передовой общественной мыслью, которая выросла не где-то сбоку и не по прихоти Маркса, она выросла из классической буржуазной политической экономии, она выросла из классической немецкой философии, из французского социализма, то есть она представляет собой цветок на дереве человеческого познания. Вот всех, кто хочет этот цветок не просто понюхать, а хочет, чтобы он у него был, чтобы этот цветок освещал ему, украшал его жизнь, вот я всем рекомендую записываться в университете, в Красный университет, фонда рабочей академии, тем более, что это не обременительное занятие раз в неделю по вечерам для очников, тех, кто живет в Санкт-Петербурге, а тех, кто живут где угодно в России, а также где угодно на всей территории бывшего Советского Союза, а также и за границами Советского Союза, поскольку у нас этот университет создан в содружестве с Ленинградским интернет-телевидением и с Красным ТВ, значит, каждый человек сегодня на земле может заниматься заочно в университете, фонда рабочей академии в Красном университете, а как записаться в Красный университет, и, между прочим, получать консультации, сдавать зачеты и экзамены, и получать диплом, поэтому вот здесь вы видите объявление, в котором сказано, как записаться в Красный университет, советую вам не откладывать, с 1 октября начинается занятие. Сейчас нужно связаться с проректорами Красного университета, записать себя и подготовиться к этим самым занятиям. Это сейчас самое насущное и в личном плане, и в общественном плане дело.